Это сооружение из стальных панелей высотой почти в 5 метров, установлено на границе между США и Мексикой в самых густонаселенных районах. Общая протяженность границы между странами более 3000 километров. С мексиканской стороны это путь в США, на Галес, Аризону. За пограничными постами стена, разделяющая страны. Барьер простирается дальше, в пустынные холмы. Эту территорию американские пограничники патрулируют на автомобилях. Большая часть незаконных проникновений случается там, где кончается высокое заграждение и остается только колючая проволока. Через нее легко проникают ночью наркоторговцы. Это видно на кадрах с камеры безопасности владельца ранчо Джима Чилтона. Я насчитал 17 человек на моем дворе. Понятно, что они все вовлечены в наркоторговлю. Джим отмечает, что нежданные гости мирно покинули его двор после того, как он дал им воды. Однако в условиях, когда ближайший полицейский участок в часе езды, опасения Джима вполне обоснованы. Мы сами себе закон. Наш закон находится в кабуре. Чилтон и другие владельцы приграничных ранчо рассказали, что нелегальные иммигранты нередко ломают заборы, совершают поджоги и перерезают трубы поилок для скота. Джону нравится план Дональда Трампа, предполагающий строительство стены. Эта мера, считает он, заставит нелегалов дважды подумать перед тем, как рисковать жизнь в горячей безводной пустыне. Если бы они обезопасили границу, на моем ранче не умирали бы люди. Представители пограничной службы США говорят, что они делают все возможное. Каждый божий день мы направляем агентов на патрулирование границы. Каждый. Бисон подчеркивает, что сегодня те, кто незаконно ввозит людей и наркотики, хорошо подготовлены. У них есть разведчики, которые ведут за нами наблюдения с высоких точек на колмах и горах. Они знают, что мы делаем и когда. Опросы общественного мнения показали, что американцы в общем и целом хорошо относятся к идее большего укрепления границы. Однако опросы населения, прилигающие к границе районах, показали, что 86% на мексиканской стороне и 72% на американской выступают против возведения стены. Защитник прав иммигрантов, преподобный Рэнди Мэйер, считает, что существующая стена уже оскорбительный символ по отношению к мексиканцам. Эта стена является символом отсутствия доверия к нашим соседям. И люди должны задумываться о наведении мостов, а не возведении барьеров. Джим Чилтон и его соседи тоже хотят хороших отношений между США и Мексикой. Однако, по его словам, закон и порядок должны быть на первом месте.